Всем привет! В эфире Баяна недели с Иваном Величко сегодня в выпуске. Многодетный отец, зеленые труселя и олимпийский ватер-клозет. Но для начала новости одной ногой. Премьер-министр Беларуси провел первый сеанс для отшения стратных про преемство по фотографии. У Жодине плануется открыть новые ясли для детей работников Белаза. Мэр Минска принял удел в показе зимовой коллекции ночнушек от Миловицы. Служба Беспеки спынила спробу незаконно прорваться на сустречу президента с простовниками сродков массовой информации. Кстати, в число приглашенных попал и основатель портала Тутбай Юрий Зисер. Попал не только как журналист и, не побоюсь того слова, редактор. Юрий Анатольевич заинтересовал лидера нации как многодетный отец. Тут и Зисер есть с такими технологиями. И там блогеров породил. Сколько у тебя? 300 их или уже больше? До сих пор считалось, что Аврам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. А оказывается, все совсем по-другому. Зисер родил блогеров. Причем аж 300 штук. Это Тутбай! Конечно, не только демографическая ситуация обсуждалась на совещании. Речь шла о финансах, войне и мире. И даже о кое-каких модных аксессуарах. Мне показали экипировку, на что и ответил, что надевать ее не буду. Зеленые штаны привезли. Как президент страны будет ходить в зеленых штанах? Хорошо, что не голубые, честное слово. Минуточку. А вот эти вот трусы, по-вашему, какого цвета? Или, может быть, зеленый с тех пор вышел из моды? А как же быть со всенародным референдумом, на котором были одобрены официальные цвета? Сверху красненькая, снизу зелененькая. И чтоб орнамент еще где-нибудь вот тут. Так нас теперь везде и распознают. Видят зеленые штаны? Ага, белорус. А без зеленых штанов кто мы? Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. На нараде по пытаниях будовництва жилых районов столицы президент запотребовал обмежавать узведение у Минска жилья и промысловой инфраструктуры. Мы перенасытили уже населением город Минск и получаем определенные проблемы от этого перенасыщения. Накрытый клад раз уж отгукнулся старшиня комитета Держконтролю, який пропоновал выселять из Минска студентов и чиновников. А вот это правильно. Этих зажравшихся чиновников давно пора выселить в какой-нибудь захолустье. Ну не знаю, Тразды, Зацань, Тарасова в конце концов. Пусть попробуют выжить в тамошних условиях. А вот что касается студентов, здесь многие крупные руководители уже подали личный пример. Они отослали своих детей учиться подальше от столицы. В Швейцарию, Англию и Германию. На минулом тыдне население Беларуси захопилось массовым окунанием у ледяную воду. За смыванием грохов полонцы были зауваженные чиновники, бизнесовцы, зорки шоу-бизнесу и целые роты войсковцев. Несмотря на 15-градусный мороз, тысячи человек приняли участие в традиционном пляжном турнире «Кто на свете всех синее». Победителям, как обычно, вручались медали «Заслуженный простатит» и «Народный цистит первой степени». Ну а самые удачливые были отправлены в теплые края спецрейсом МЧС. Взлученные штаты пропонуют России супрационниство у патрымцы безпеки на зимовой Олимпиаде у Сочи. Военное ведомство США готово накеровать два корабли военно-морских сил, которые будут нести боевую вахту у Черной моры и при необходности окажутся допомогу. Вообще, проблема безопасности возникает во время проведения любых международных соревнований. Поэтому Пентагон решил не ограничиваться только Олимпиадой и заодно предложил свои услуги организаторам чемпионата мира по хоккею в Минске. Если договоренности будут достигнуты, американские военные будут патрулировать акваторию реки Свислочь и следить за порядком во время матчей. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что и белорусам есть что предложить сочинцам для безопасности во время проведения Олимпиады. Корреспондент BBC Стэл Розенберг опубликовал на своей сторонце у Твиттеры фото, сделанное им на одном из олимпийских объектов у Сочи. С дымок и мгненно разошелся по интернете, яхо передруковали многие выдания и ведомые блогеры. Организаторы тут же решили откреститься от фотографии и заявили, что Розенбергу все это привиделось. На самом деле это вовсе не туалет, а подсобка с тумбочками. Интернетчиков, правда, это не убедило. И многие до сих пор уверены, что строители всего лишь изменили дизайн унитазов. Дизайн действительно может быть самым причудливым. Все зависит от фантазии и бюджета. При этом нельзя отрицать, что традиции коллективной дефекации уходят корнями глубоко в историю славянских народов. Но вот о чем не стоит забывать, так это об удобстве болельщиков. Супрацовницы российской полиции не могут выйти замуж за празмерных потребований для мужчин. Протестовцы штурмом захопили уборную на даче президента Януковича. Чарговая шубомания порадовала гостей небывалыми знижками. Квинтин Тарантино отмой усоздымать фильм «Агидная восьмерка». Многие из вас знают, что в Минском океанариуме появился Краб Петрович, который уберется предсказывать результаты спортивных событий. Буквально на прошлой неделе Петрович таки облажался в матче с Викторией Азаренко и смог появиться в нашей студии только в таком виде. Петрович остается ровно месяц при температуре хранения от 2 до 7 градусов на то, чтобы предсказать ближайшие спортивные события. А раз Петровича не стало, мы пригласили в студию спортивного редактора «Тутбай» Юрия Михалевича. Юра, привет! Привет! На прошлой неделе буквально катком прошлись по всем белорусским спортсменам. Хоккеисты в душу нагадили, зарплаты завышенные, биатлонисты вообще позорище. Это такой метод кнута перед Олимпиадой? Хоккеистам уже никакая критика и никакой кнут сейчас не помогут, потому что они в период проведения Олимпийских игр едут в Польшу на Евротур, готовятся к домашнему чемпионату мира по хоккею, вот им скорее нужно думать о нем. А биатлонисты, как по мне, даже Даша Домрачева не заслуживает критики. Она одна из лучших биатлонисток прямо сейчас, вторая в генеральной классификации. И если она проиграла на каком-то отдельно взятом старте Тури Бергер, то, я думаю, способна наверстать упущенное на Олимпиаде. Это главное. Что касается новой олимпийской формы, все так ужасно. Как она тебе? Кто как считает, насколько гармонирует деленный цвет с красным. Есть разные варианты комплектации формы. Вот горнолыжники, например, выходят на старты в красно-черном варианте, черные там брюки. Так что, ну, по крайней мере, отделенных можно избавиться. Ты, насколько я знаю, тоже едешь в Сочи. Да, с 13 по 22 февраля наша команда Тутбай будет работать из Сочи. Слушай, Юра, у меня к тебе дело личного характера. Купи мне литр чачи. Здесь хватит, да? Там хватит. Наверняка на Олимпиаде все-таки запрещены алкогольные дела. Хотя, слышали мы что-то о истории заказа ресторана в случае победы. Я действительно спрашивал первого вице-президента Национального олимпийского комитета собирается ли не устраивать какие-то мероприятия вроде тимбилдинга во время проведения Олимпийских игр. На что получил ответ нет. по окончанию Олимпиады в случае удачного выступления Игорь Анатольевич Рачковский обещал проставиться лично. А в случае неудачного выступления спортсменам грозит питание в столовке института физкультуры? Трудно сказать, Иван, возможно, они перейдут на полуфабрикаты. Такие, как Петрович. Можно попробовать еще раз? Слушай, а давай с вами предскажем выступление олимпийской сборной. Смотри, я подкидываю Петровича вверх, если он падает вверх, загорелой спиной, значит, у белорусов все будет хорошо на Олимпиаде. Если Петрович падает бледным пузом кверху, ну, тут сам Бог велел устроить разнос. Давай ты это сделаешь. Подбрось его вверх, да, как монетку. Опа! Если я не ошибаюсь, Петрович упал на бок. Фиг его знает, что будет дальше, но посмотрим. У нас в гостях был спортивный редактор Тутбай Юрий Михалевич. Юра, спасибо за интервью. Желаю тебе удачи на Олимпиаде. Ждем от тебя. И вернуться с медалями. Это были Баяны недели с Иваном Величко. Свои смешные новости вы по-прежнему можете присылать нам на этот адрес, а также помечать их хэштегом Баяны недели в своих социальных сетях. Ну а на закусочку для вас анекдот. Поймали как-то гусары в бильярдной блондинку. Заходит Ржевский и говорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин